О том, что Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса, слышали многие нижнекамцы. Запись на прививки открылась 12 числа. За два дня уже записались 198 горожан. У меня жена болела, дождь болела коронавирусом. Они поправились уже. Но я не болел, но буду. У меня уже 75 будет, но не знаю. Люди говорят, что не надо. Думаю, что если терапевт пошлет, я иду. Вы пойдете? Конечно. Не опасаетесь? Сколько Бог нам дожит, мы должны столько прожить. Это выбор каждого, кто хочет, то это и делать прививку, вакцинацию. А так, не без разницы. По-любому будет на заводах, это добровольно-принудительно. Среди опрошенных большинство все же пока опасаются делать прививку от COVID-19. Причины у всех разные. Большие возраста вроде необязательные. Мне 78 уже, 79, пожалуй. Мне кажется, тормозить надо нам. Я не согласна, я не собираюсь сделать. Не знаю, что-то опасно. Как-то не знаем. Может, когда люди попробуют, потом уже. Врачи же говорят, что пока точно не стоит делать прививки беременным и кормящим женщинам. Вакцинировать от коронавируса в Нижнекамске начали еще в декабре. Тогда прививали тех, кто входит в группу рисков. Это врачи, педагоги, полицейские. Процедуры добровольные. Сейчас в город поступила еще одна партия вакцины. Прививки сделают 115 пациентам, имеющим тяжелые хронические заболевания. Если они заболеют ковидом, последствия болезни могут привести к летальному исходу. Вскоре очередь дойдет и до всех желающих нижнекамцев. В конце января ожидается новая партия вакцины. Сделать прививку могут все желающие. Записаться вы можете уже сейчас у участковых терапевтов или по номерам, которые вы видите на своих экранах. Главное, чтобы перед прививкой в течение двух недель у вас не было контакта с больным коронавирусом. Но и по новым правилам сдавать тест на антитела не нужно. Светлана Шумкова и Евгений Лазаев. Новости НТР.